Все 17 членов избрать на комиссии уже приступили к исполнению своих обязанностей, отметил в интервью нашей телерадиокомпании и председатель Валерий Медведев. Вся деятельность координируется совместно с крымскими коллегами. Идут сейчас технические работы. Мы составляем смету по обеспечению материально-техническим референдумом, мы составляем участковые комиссии, составляем участки, границы и так далее. Короче, идет полностью техническая работа на данном этапе. Севастопольцы смогут узнать о ходе подготовки из сообщений СМИ, а также придя на свои избирательные участки, которые будут размещаться в тех же местах, где и во время предыдущих выборов. Списки будут взяты также с прошлых голосований, но в ближайшее время их планируют уточнить. Лица, которые прописаны в Севастополе, достигшие 18 лет и желающие принять участие в голосовании, но не нашедшие себя в списке для голосования, подают свои данные председателю, секретарю и заместителю, составляется протокол, дополнительный список и вносятся и голосуют. Бюллетени планируют напечатать только на русском. Вопросы их тиражирования на других языках пока открыты. Всего будет изготовлено порядка 350 тысяч бланков. На внеочередной сессии городского совета была утверждена смета. На проведение референдума планируют выделить 1 миллион 290 тысяч гривен из местного бюджета. За основу взято временное положение о проведении общекрымского референдума. В голосовании смогут принять участие только граждане Украины. Однако война войной, а несмотря на напряженную работу, Валерий Медведев после основного интервью не применил поздравить прекрасную половину Севастополя с праздником. Пользуясь случаем завтра 8 марта, поздравляю всех жителей, женщин города Севастополя, приглашаю для участия на участках 16 марта для голосования и желаю всем здоровья. Олег Савченко, Виктор Кислицын. Программа «Наше время». Программа «Наше время».